Ответьте, пожалуйста, Антон Викторович, на простой вопрос. Сколько можно замораживать? И мы видим системную работу по уничтожению права граждан РФ на получение пенсионных выплат. Доля пенсионных выплат в пользу граждан РФ за короткие три года сократилась. Поэтому пенсионно-накопительная система не позволяет накопить ничего. Продолжение следует... На 2023 год. Ну то есть продлить ту самую заморозку накопительной части пенсии, которая у нас наблюдается уже с 2014 года. Сегодня все граждане РФ понимают, включая уже даже и парламент, что авантюра с пенсионной накопительной системой закончилась полным фиаск. Она не могла закончиться по-другому в стране с совершенно балканской системой рабочих отношений, когда 40% людей загнаны в неофициальную занятость и никакой официальной зарплаты у них нет. Естественно, никаких накоплений у них тоже быть не может по определению. А те люди, кто работают в официальном сегменте рынка труда, получают ничтожную заработную плату. В странах, где пенсионно-накопительная система работает, объем пенсионных накоплений составляет 70-80% ВВП как минимум. В России это было бы 80 триллионов, а у нас 4. Поэтому пенсионно-накопительная система не позволяет накопить ничего. В среднем за свою жизнь российский работник накапливает сумму в 60 тысяч рублей, которая равна при распределении ее помесячно, прибавке к обычной солидарной пенсионной выплате в 300 рублей в месяц. Именно по этой причине граждане Российской Федерации и стремятся забирать деньги единовременно, потому что их не растянешь. Но мы только что услышали от представителей прекрасного правительства о том, что это право у граждан скоро завершится, потому что их накопление на 2 копейки превысит долю, предельную в 5% от солидарной пенсии. И впредь уже люди эти деньги забрать сразу по выходу на пенсию не смогут и будут получать 300 рублей в месяц плюсом к обычной своей солидарной пенсионной выплате. Спределивая Россия выступает, конечно, категорически против этого. Но мы видим, как ежегодно идет наступление на остатки пенсионной системы. Что сейчас произошло? О чем сейчас был разговор? О том, что поскольку, кстати, правильно, пенсионные накопления прекращаются, эта сумма уходит в солидарную систему. По этой причине правительство России говорит, а у нас в пенсионный фонд добавился денег, и мы уменьшаем объем ежегодных перечислений в пенсионный фонд на сумму, как доложил комитет, 650 миллиардов рублей. О прошлом году напомню, и сами размеры пенсионных отчислений были сокращены, 26% до 22%. Оно и раньше было так, но эту разницу в 4% платили не работодатели, а бюджет. Но нам было сказано, а поскольку мы, государство, парламент, правительство, уменьшили нагрузку, то поэтому 4% вот этой разницы мы платить из бюджета не будем, пенсионный фонд недополучил в итоге еще минус 350 миллиардов рублей. И в итоге доля пенсионных выплат в пользу граждан РФ за короткие три года сократилась с 9% ВВП до 7,8%, минус триллион рублей в переводе на нормальные исчисления. И мы видим системную работу по уничтожению права граждан РФ на получение пенсионных выплат. Справедливая Россия не голосует за данный законопроект, хотя, повторю, мы придерживаем точки зрения добровольности пенсионных накоплений, понятно, с поддержкой от государства тем людям, кто эти пенсионные накопления может себе позволить. Светлана Викторовна, Вы общаетесь много в данном направлении по обеспечению пенсионным. А как Вы думаете, население приняли, приветствуют ту реформу, которая произошла? Я уже не говорю о том, что на моей памяти бесконечно о пенсионных фондах говорят, а толку нет. В чем причина? Почему не можем найти правильное решение? А второй под вопрос, одобряют ли граждане пенсионную реформу, которую проголосовали здесь? Николай Михайлович, разрешите начать поочередно. На первый вопрос могу сказать, что, наверное, самые первые попытки были неуспешными, мы уже не будем говорить о их причинах. Вторая попытка создать гарантированный пенсионный капитал потерпела крах на самом высоком уровне в нашей стране, потому что, насколько мне известно, именно президент не согласился с так называемым добровольным порядком, который предполагал беззаявительный порядок перехода граждан на накопительный пенсионный капитал. И мы бы с Вами в один день проснулись и начали отчислять 6%, если бы не написали соответствующее заявление в Пенсионный фонд Российской Федерации. Поэтому был отвергнут вот такой добровольно-принудительный механизм. А третья попытка не увенчалась успехом, потому что, когда был готов проект документа, подошла как раз конституционная реформа. И мы с Вами приняли основной закон, в соответствии с которым пенсионные накопления должны индексироваться не реже одного раза в год по предложению нашего президента. Как раз гарантированный пенсионный план не содержал таких обязательств. Более того, эти обязательства были предусмотрены только по результатам вложения инвестиционных денег, инвестиционного портфеля. Я думаю, что именно поэтому он потерпел крах. И, конечно, и Комитет по труду, и все депутаты без исключения надеются на самое быстрое решение этой проблемы. А что же касается Вашего второго вопроса, я не могу говорить, потому что у меня нет оснований считать, что граждане довольны этой реформой. Спасибо. У меня вопрос к Антону Викторовичу. В продолжение вопроса коллеги предыдущего задававшего. Ответьте, пожалуйста, Антон Викторович, на простой вопрос. Сколько можно замораживать? Когда мы на самом деле уже увидим результат работы Минфина и Пенсионного фонда по вопросу реформирования накопительной части пенсии. Благодарю. Уважаемый Игорь Андреевич, действительно, законопроект просто непростой. И мы исходим из того, что необходимо в обществе достигнуть консенсуса по этому вопросу. И, как здесь уже было сказано, было несколько вариантов концепции законопроекта. И в результате мы в последнем варианте, это исключительно добровольный формат, то есть законопроект находится в настоящее время на межведомственном согласовании. И мы надеемся, что в следующем году мы его представим в правительство Российской Федерации вашему вниманию. Шейн, Олег Васильевич. – Антон Викторович, технический вопрос. Напомните, какая доля граждан, выходящих на пенсию по старости, пользуется правом сразу забрать единовременно, единомоментно пенсионные накопления? То есть не растягивать их на вот эти 250 месяцев, а забрать их сразу. Какая часть? – Товарищ Малик Васильевич, это пока большая часть. Я могу сказать, что есть правила, в соответствии с которым, если назначенная накопительная пенсия составляет не более 5% страховой, то она может быть взята единовременно. И в настоящее время до 2021 года большинство граждан именно пользовались этой нормой. Однако я хочу вам сказать, что в 2022 году у нас, исходя из того, что накопительная часть назначалась лицам моложе, 67-го года и моложе, будут выходить женщины, которым будет исполняться 55 лет. И вот там уже будет более значительная доля назначения накопительной пенсии пожизненно. – Заключительное слово, пожалуйста. – Здравия, Антон Викторович. – Я хотел поблагодарить депутатов за высказанные замечания, предложения. Я уверен, что мы ускоримся по законопроекту, приглашаю всех депутатов к его обсуждению. И для справки хотел бы сказать, что за прошлый год пенсионные накопления выросли от 8,2 до 8,7%, и соответствующая индексация была произведена летом текущего года. Спасибо. – Ставится на голосование проект федерального закона о внесении изменений в статью 33.3 Федерального закона об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации и статью 6.1 Федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части выбора права за страховными лицами варианта пенсионного обеспечения. Пункт 8. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается в первом чтении. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.